Кто ставит? Депутат, потому что человек необразованный, невоспитанный, жлоб по-простому. Наконец-то не смог не только ездить, но и зарабатывать. Только вот я нигде в сети не смог найти информацию о нем. Дай бог им здоровья. Привет, это я Андрей Богданович, это мой погляд. Каждую неделю я просматриваю Кировоградский интернет и комментирую то, что мне понравилось или не понравилось. Это мое личное мнение и это дисклеймер. На этой неделе меня заинтересовали следующие темы. Сергей Бабкин поет под Крепивницкими окнами. Кировоградщина стала ближе к морю на 66 километров. Крепивницкий чуть не лишился всех своих картин. И в Александрии украли зарплату врачей. Начну этот погляд с песни. Сергей Бабкин, один из самых искренних украинских певцов спел под окнами детской областной больницы в Крепивницком. Для маленьких пациентов. Просто красавица. Мало того, Бабкин еще и кровь издал для онкобольных детей. Поступки, которые достойны того, чтобы говорить о них часто, громко и уж тем более в начале моего скромного блога. Все лучшее детям. Как пишет в фейсбуке Олег Рыбальченко, Бабкин приехал поучаствовать в национальном фестивале искусств Крепивницкий. Это, я так понимаю, так называемый Кропфест. Только вот я нигде в сети не смог найти информацию о нем. На официальной странице Кропфеста никакой информации о том, что в 2020 году такой фестиваль вообще есть. Мы прекрасно понимаем, что за государственный счет таким образом три года опиарился Александр Горбунов, называя себя инициатором фестиваля. Даже сроки фестиваля этого перемещал. Именно так, чтобы этот фестиваль проходил под выбор, а не после. А тут вдруг вспомнил. Такое впечатление, что в Тихой Гавани был корпоратив, который потом выдают под названием национальный мастерский фестиваль. О статусе фестиваля говорит даже тот факт, что на официальной странице Горбунова нет никакой информации о том, что фестиваль вообще проходит в городе. Да и у Бабкина нет никакого упоминания ни Кропфеста, ни какого другого фестиваля в ближайшее время. Поэтому, скорее всего, привязку к национальному мастерскому фестивалю придумали на ходу. Ну, а кто в этой истории молодец, так это да. Бабкин. Так, это произошло. Я думал, что чудес не бывает. Я ошибался. От Кировоградской области в сторону Николаева отремонтировали дорогу. Она теперь бетонная. И, как утверждают свидетели, если раньше 50 километров тут преодолевали за три часа, то теперь за 40 минут. Ями та бугри на этой трассе национального значения уже стали впизнанными. Водії зупиняются, фотографируются біля них. Людей почули лише 2019-го. Тоді відремонтировали перші 14 километров. Больше всего рады, конечно, жители, которые живут возле трассы. Наконец-то они смогут не только ездить, но и зарабатывать. Кафешки, пирожки, кофе. Те, кто ездит, например, на Киев, знают такие места, как Ветряк и Софиевку. Так вот, теперь и там будут такие, на Николаев. Я только рад, потому что это торговля, это рабочие места, это доход для не самого богатого народа Европы. Ну, а для жителей нашей области это же прекрасно. Полтора часа на машине и ты на море. А это заработок для турфирм и перевозчиков. Главное, чтобы не черный заработок. В общем, дай Бог, не будет лютовать коронавирус, все на море. Ну и, конечно, мы не могли не заметить новость про новую дорогу на море. Она такая, знаете, заставляет снимать себя элементы одежды. Найгіршу дорогу України відремонтували. Трасу Кропивницкий-Миколаев, яку водії називали пекельною через повну отсутність асфальту и ями за вглибшке півтора метра, сьогодні відкрили для проїзду. Я ведущую понимаю, от такой новости хочется вот так вот разуться и побежать босиком по бетонке волосы назад. На Александрию посмотрели со стороны и покачали головой. Как передает ресурс Гречка, эксперты Львовского медиафорума «Пять месяцев» исследовали малые города Украины. Каменец, Подольский, Мукачево, Острог, Дрогобыч, Шостка, Мариуполь, Умань, Миргород, Славянск, Бердянск, Новая Каховка и Александрия. Так вот, Александрия заняла в этом списке последнее место. Привет, Цапюку! Он так старался подавать себя хозяйственникам. Оказалось, это только миф. Александрия в таком рейтинге хуже Славянской, Шостки, Новой Каховки. Кстати, Гречка изучила мнение экспертов и представила, что же не хватает Александрии для того, чтобы хотя бы на уровень Миргорода или Каменец-Подольского выйти. Итак, первое. Александрия застряла в своем постиндустриальном прошлом, как шахтерский город. Увы и ах, но эта история уже в прошлом. Второе. Отсутствие культурной жизни. Согласно паспорта города, в открытом доступе на всеукраинском инвестиционном портале, в городе 4 клуба, 13 библиотек и 1 музей. В то же время, александрийцы хотят ходить в театр. Третье. Из Александрий уезжает молодежь. Население города стареет. Например, в 2001 году было 92 тысячи жителей. А сейчас около 80 тысяч. То есть, за время правления Цыпюка Александрия потеряла 12 тысяч людей. Эксперты критикуют и управленческий потенциал города. Программы по развитию есть, но они нифига не работают. Низкий уровень предпринимательства и зашоренность населения – это следующая проблема. Большинство все еще ностальгируют и верят в постиндустриальное будущее. То есть, вместо своего бизнеса, александрийцы ждут, когда заработают заводы. Мечтать не вредно. Вот, боюсь, такая инфантильность ни к чему не приведет. Спасение александрийцев в их самостоятельности и поисках новых путей развития. Кстати, эксперты об этом так и сказали. Итак, постиндустриальное прошлое развивает как туристическое направление и рекреационное. Создать культурные бренды, развивать частный бизнес, не забывать о выгодном расположении Александрии и как модель объединения – это футбольный патриотизм. Вот такие итоги поиска александрийской модели успеха от экспертов Львовского медиафорума. Мне кажется, их точка зрения довольно здравая. Нужно не бояться смотреть на Александрию со стороны и помнить, что на бывшем шахтерском прошлом далеко уже не выйдешь. Смотреть будущее и искать новые пути развития. Крапивницкий. Как ты достал со своими коммунальными коммуникациями и жлобством части населения? На этой неделе областной музей искусств чуть не замерз. И даже история не о людях. Тут недавно ясно, что части чиновников на них наплевать. Речь о картинах. Дело не в том, что среди них есть картины моего деда Вранислава Домашина. Дело в том, что земля раздается под гаражи, ларьки бездумно по-жлобски, то есть непрофессионально. Вот гаражи берут и ставят на силовой кабель или там в теплотрассу. Кто ставит? Депутат, потому что человек необразованный, невоспитанный. Жлоб по-простому. Я вам скажу, таких историй в горсовете полно. Лесопарку исполнили, заповедную зону, помните, распилили между собой. Ларьки на теплотрассе. Или сдадут в аренду сквер Бадана Хмельницкого на 49 лет. И потом чешут репу. А как же забрать его обратно? В общем, неделю надо было крапивницким СМИ шуметь, чтобы наконец-то отремонтировали теплотрассу. И вода пошла согревать, потекла согревать музей искусств. Но я же понимаю, что музей не одинок. Что коммуникации все в городе на соплях. И это первое, что нужно сделать, как по мне, Райкович во время своей новой каденции. В Александрии с медицины какая-то подозрительная история. Первое. Я прекрасно помню весну этого года, когда Цепюк бил себя в грудь, что, мол, Александрия готова к пандемии. А активист Кияшко пытался раздать врачам в это время респираторы, потому что в Александрии не хватало ни масок, ни другой защиты. И помню, как главврач Прикотчко бегал от Кияшко, скорее всего, по указанию самого Цепюка. А вот теперь горбольница решила закупить респираторы и маски разных видов. Закупить по коронавирусным правилам, то есть без тендера. Но и тут вопросы появились. Александрийская горбольница умудрилась закупить такие маски на 10-15% дороже, чем, например, Маловисковская больница. Где-то на 35-36 тысяч гривен дороже. Об этом пишет Павел Лесниченко. Закупили, кстати, Александрийскими чиновники маски у жены депутата облсовета. И вообще, Александрийские чиновники времен Цепюка систематически издевались над врачами. То вот, значит, на масках нагреются. То просто деньги, которые должны были идти на зарплаты медикам, они просто присылали себе. Схемы работают. По заявлению пресс-службы прокуратуры, областной 200 тысяч гривен зарплаты Александрийских врачей просто украли себе служащие коммунального медицинского заведения и чиновник управления охраны здоровья. Между прочим, Александрийского горсовета. Воровали эти ребята на протяжении четырех лет. И я вам скажу, это только один такой случай, когда поймали. Сколько ж чиновники горсовета Александрийского украли безнаказанно? Может быть, поэтому чиновники себе покупают рейнджероверы и строят дома в лесу? А врачи... А что врачи? Дай бог им здоровья. Кстати, о врачах. В продолжении спора главы Кировской области госадминистрации семейных врачей, там вся суть была в том, что некоторые семейные врачи отключают телефоны в 17 часов после окончания рабочего дня. И есть те, кто этим недоволен. Может быть, даже пациент. Да, скорее всего. Лена Бойко, семейный врач в Кропивницком, она не стала напрямую возражать в своем фейсбуке. Она просто написала свой рабочий день. А это звучит так, цитирую. Вот я в 17, с 9 до 17 приняла 67 больных, выписала 50 больничных, 67 человек прослушала, померила сатурацию, объяснила динамику болезни, назначила лечение и обследование и рассказала, что делать. Лена пишет, что нагрузка на врачей, цитирую, скажена. И поэтому просит выключить эмоции и помнить, что врачи тоже люди. Этот пост Лены собрал больше 2000 лайков. А пока я не напомню, количество заболевших за сутки на Кировоградщине приближается к 150 в день. Это не конец пандемии, будет дальше больше. И врачам нужна поддержка, конечно, не такая, как в Александрии. Когда чиновники просто воруют зарплату у врачей. Лена Бойко и все кировоградские врачи, спасибо вам. Не болейте и говорите о тех проблемах, с которыми сталкиваетесь. Чтобы мы могли вам помогать их решать, если чиновники уж не могут. И в конце позитивная новость. В Александрии на этой неделе в фейсбуке прочитал. Женилась необычная пара. Жениху на момент росписи было 94 года, а вот невесте 81. Так что с праздником вас, молодые. Совет вам да любовь. Лайкайте, комментируйте и помните. Все изменяются и накраще, кроме пока что ситуации с гребаным коронавирусом. Пока. Берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok